всем огромный привет дорогие друзья сегодня я предлагаю сплести комплект украшений который состоит из колье и сережек кому интересно оставайтесь на канале вот такие были у меня красивые бусинки бусины вот эти размером 4 на 6 можно заменить их просто бусинами 4 миллиметра все зависит здесь от ваших бусин вот я плясала именно из этих бусин очень хотела их использовать мне кажется хорошие получилось у меня красивое такое сочетание и цвет у этих бусин просто потрясающе к сожалению уже ссылку я не смогла найти выписывала их с сайта ebay вот такое колье и к ним же незатейливые можно выполнить вот такие вот висячие сережки и так кому интересно давайте приступим нам понадобятся бусины у меня 4 на 6 можно взять 4 миллиметра понадобится два оттенка бисера прециоза номер 10 но вот эти у меня тоха 11 просто для акцента они нужны вот эти ключевые бусин бисеринки я взяла другого оттенка это на ваше усмотрение просто хотела немножко освежить как бы потому что вот эти два оттенка они очень похожи у меня вот и решила вот немного акцент такой светлый сделать то есть можно взять просто тоже прециозу десятку вот плела я все на нити давайте начнем ну соответственно нужна еще фурнитура об этом попозже сейчас я вот нитку от катушки не отрезаю когда плету бисерные сетки у нас ведь тут на основе как бы бисерная сетка вы уже поняли очень такой простой узор на самом деле я значит нитку не отрезаю отматываю где-то полтора два метра надеваю иголку на этот конец и начинаю плести потом когда заканчивается у меня вот эта нить я просто поворачиваю работу и начинаю плести с другого конца и тем самым можно как бы избежать лишнего узелка давайте начнем первый набор отделочный бисер два бисера основного цвета отделочный бисер два бисера основного цвета я тут ошиблась сразу дальше отделочный бисер бусина и отделочный бисер можно взять бисер одного оттенка вот такой первый набор спускаем и здесь значит вот этот последний бисер откидываем проходим в бусину и последующий после него вот этот отделочный бисер вот так проходим натягиваем вот что у нас тут получается и до него еще вот такое как бы не за не так видно да понятно дальше набираем две бусины основного цвета и бисера один бисер отделочного цвета два бисера основного цвета вот такой набор и с этим набором мы проходим вот в этот первый бисер отделочный бисер отделочный это ключевой бисер то есть отделочным цветом я набираю ключевые бисеринки вот такой у нас получается элемент идем дальше набираем два бисера основного цвета один отделочный бисер и два бисера основного цвета и вот с этим набором проходим вот в этот ключевой бисер вот сюда вот такой узор у нас тут получается следующий набор два бисера основного цвета отделочный бисер основного цвета два бисера отделочный бусины и отделочный вот так набрали спустили и сейчас делаем заглушку вот из этого последнего бисера откидываем его проходим в бусину и последующий после него бисер вот отделочного цвета хорошенько здесь натягиваем прямо можно придержать через вот этот отделочный бисер и вот так вот натянуть хорошо так сейчас покажу вот что здесь у нас получается сейчас набираем два бисера основного цвета 2 бисера набрали и проходим вот в этот отделочный бисер ближайший сейчас я вам еще на схеме это покажу вот что здесь у нас получается следующий набор 2 бисера основного цвета отделочный бисер и 2 бисера основного цвета спустили и вот с этим набором вот у нас пока плетение проходим через вот эту ключевую бисеринку и вот это у нас уже один раппорт который дальше будет повторяться то длинные вот эти подвески как бы по короткие они будут повторяться вот это один раппорт но пока все как бы не держится потом все это у ляжется давайте покажу на схеме смотрите что мы сплели сейчас и вот это это вот один раппорт он будет дальше идти повторяться вот мы здесь вышли можете остановить кадр вот у нас идет нить вот прохождение нить и сейчас показала каждой арке у нас вот по 5 бисера вот эти вот ключевые ну как бы они отделочные я взяла идем дальше давайте еще один раппорт покажу набираем 2 бисера основного цвета отделочный бисер и 2 основного цвета всего 5 и вот этим набором вот у нас проходят здесь нить делаем круг и проходим в отделочный вот этот бисер вот такой поворот у нас получается нужно каждый раз хорошо натягивать вот дальше набираем набираем значит два бисера основного цвета один отделочный бисер бусину и отделочный бисер вот такой набор дальше откидываем последний бисер проходим в бусину и вот в этот отделочный бисер хорошенько натягиваем обязательно нужно хорошо натягивать чтобы вот так вот не болталась для этого я просто держу за вот этот поворотный бисер и вот так хорошо натягиваю каждый раз тогда все ложится аккуратно вот дальше набираем два бисера основного цвета давайте вместе наберем один отделочный бисер и два бисера основного цвета всего 5 спустили сейчас проходим вот в этот бисер на повороте значит берем тоже самое одинаковый набор 2 бисера основного цвета 1 отделочный и 2 бисера основного цвета тоже 5 так и проходим вот у нас нить проходим вот сюда вот уже виден узор дальше мы набираем немножко по-другому да вот это тоже можно запомнить ой два бисера основного цвета 1 отделочный бисер два бисера основного цвета один отделочный бисер вот как бы два раза вот так дальше еще набираем бусину и отделочный бисер вот такой длинный набор здесь у нас спустили откидываем вот эту заглушку проходим через бусину и бисер следующий после бусины вот так вот сделали здесь заглушку натягиваем хорошенько так вот что у нас тут вышло сейчас у нас напрашивается две бусины 2 бисера делать ой извиняюсь основного цвета так вот они как раз для симметрии нужно и проходим сейчас через вот этот отделочный бисер поправляем вот что здесь у нас получается дальше набираем набрали 2 бисера основного цвета отделочный и 2 бисера основного цвета 5 бисера и проходим в отделочную бисеринку вот сюда все мы выполнили два раппорта смотрите уже узор виден здесь вот так плетем до необходимой длины чередуя вот эти длинные короткие подвески получается вот такое колье и в конце я вот таким образом сделала петельку для замка просто вышла из вот этой ключевой бисеринки набрала 8 бисера и вот несколько кругов здесь прошла хотя можно и по-другому оформить замок но так как вот изделие не очень тяжелые я сделала вот так потом установила через кольцо удлинитель подвеску с капелькой взяла я фурнитуру бронзового цвета хотя вот эти бисеринки они конечно золотые но если взять под золото фурнитуру мне кажется это будет очень некрасиво поэтому как-то мне показалось что бронза здесь лучше сочетается здесь поставила просто карабин вот очень красивая получилась работа на самом деле камера не передает красоты этого оттенка бусины просто потрясающие они не очень яркие такие приглушенного фиолетового оттенка и блестящие еще вот к этому колье можно выполнить серьги взяла я опять же бронзовую фурнитуру вот такую же цепочку три длины цепи взяла смотрите надела благодаря пинам вот эти же бусины вот так вы видите да закрутила и подвесила три разные длины взяла очень легко на самом деле но сережки красиво смотрятся очень красивые они вот что у меня получилось сразу надела сюда наш вензу сначала надела длинную цепь потом среднюю потом короткую вот так смотрится лучше чем там наоборот хотя можно взять было и кольцо и на это кольцо подвесить ну пробуйте может и так хорошо получается но сочетаются они очень даже интересно вот не такое большое украшение носибельное у меня получилось вот творите это здорово вот ну а я с вами прощаюсь благодарю всех за просмотр и спасибо что были со мной и до следующего видео пока пока